В эфире информационная программа «День города» в студии Анна Герцовская. Мои коллеги подготовили для вас новости этого дня. Сегодня вы увидите. Завтра день знаний. Какие букеты пользуются популярностью у школьников и их родителей? В свое время накосить траву, регулярно чистить обочины и ливневую канализацию. Олег Булеков совершил рабочую поездку по городу. И около тысячи молодых людей стали студентами Рязанского государственного медицинского университета. Вчера глава администрации Рязани Олег Булеков совершил очередную рабочую поездку по региональному центру. Он побывал в советском и московском округах. Осмотрел северную окружную дорогу, а также отдаленные участки города и дворовые территории. Главу администрации сопровождали заместители, которым он поручил теснее работать с дорожными и юридическими службами. Подробнее обо всем Оксана Тебенихина. Олег Булеков дал целый ряд поручений профильным замам. В частности, теснее работать с подрядными организациями, проводящими дорожно-ремонтные работы, а также с управляющими компаниями и ТСЖ, с руководителями юридических организаций, арендующих или владеющих зданиями. Речь шла о необходимости своевременных покосов травы, регулярной чистке обочин и ливневых канализаций, содержании в аккуратном виде клумб и цветников, покраске бордюрного камня, проведении мелкого дорожного ремонта вокруг домов. Это рабочая поездка, которую еженедельно мы делаем по городу, смотрим, где нужно что-то подделать, где-то почиститься, где-то подкраситься. Конечно, много еще в городе недоделок, много где нужно еще шлифовать. Конечно, много было сделано за летний период и за эти месяцы, но сказать, что мы там довольны, конечно, мы еще не довольны, потому что много-много мелочей, из которых складывается общее понимание ситуации, из которых складывается общая картинка. Глава администрации указал на необходимость использования подрядчиками качественной краски и специальных пластиковых материалов для нанесения, дорожной разметки и пешеходных переходов, пересмотра технологии ее нанесения, а также включение соответствующих требований в техническое задание по использованию подряда. Даже и подрядчики, которые работают, видно, что если работы, может быть, идут нормальные, с хорошим качеством, то, к сожалению, организации самой работы пока оставлять желать лучшего. Будем сейчас напрягать, будем заставлять доделывать и будем все-таки воспитывать культуру проведения работы. В ходе поездки ее участники наметили работы на отдельных участках дорог и перекрестков, где работы необходимо завершить в ближайшее время, а также обсудили необходимость перехода на использование многолетних растений для высадки в городские клумбы. Детей манит высота. Очередная подростковая шалость, прогулка по крыше бизнес-центра на улице Радищева обошлась, к счастью, без инцидентов. Еще в мае губернатор Рязанской области Олег Ковалев дал поручение рязанскому мэру закрыть подвалы и крыши, которые могут стать причиной угрозы жизни и здоровья детей, чей мятежный дух требует приключений. Фотографии, на которых видно, как по крыше бизнес-центра гуляют две девочки, появились в одной из групп ВКонтакте в воскресенье. Крышу этого здания на Радищева закрыли, но сколько еще таких крыш и подвалов остаются доступными. Для свободного посещения остается лишь догадываться. Этой ситуацией сейчас обеспокоены и городские, и областные власти. В первую очередь это связано, естественно, с обеспечением антитеррористической безопасности. Второе, это, конечно, школьники, как правило, избирают для своих игр подвалы, чердаки и так далее, значит, мальчишки там. Мы должны предотвратить доступ туда, потому что это может привести к нехорошим последствиям. Отмечается, что по данному факту проводится проверка. По сообщению регионального МВД с детьми провели профилактическую беседу, на которой также присутствовали родители девочек. По факту нахождения детей на крыше многоэтажного дома на улице Радищева города Рязани полицейскими проведена проверка. Соответствующие материалы направлены в городскую администрацию. В целях недопущения повторных инцидентов сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу с детьми и родителями. Все мы в детстве лазили, если не по крышам, то по стройкам и другим небезопасным, как сейчас, понятно, местам. Смесь адреналина и неповторимый, хоть и сомнительный, но все же романтики так манит молодежь. Так было всегда. Но, бесспорно, пора такую романтику искоренять. Десятки школ в разных городах приняли решение отказаться от цветов к первому сентября. Вместо этого родители переведут деньги в различные благотворительные организации. В Рязани пока придерживаются традиции, и в День знаний возрастает спрос на цветы. Во сколько обошелся красивый букет рязанским родителям, а также какие тенденции в букетах этого года, отмечают флористы, узнавала Алена Куколева. Первоклассница Соня вместе с мамой пришла за самым красивым букетом для Жанны Юрьевны, первого учителя. При этом у девочки уже есть свои цветочные предпочтения. Я очень хочу в школу. Ты выбираешь букет для своей первой учительницы. Какой это будет букет? Так скажи про него. Ну, красивый, розовый. Ну, я бы так хотела выбрать, чтобы он был розовый. Флористы отмечают, прошли времена, когда за высоченными гладиолусами было не разглядеть первоклашку. Для самых юных школьников лучше всего подходят небольшие и аккуратные композиции. Букетики для первоклашек легкие, маленькие, чтобы его было видно за этим букетом, чтобы им было не тяжело держать. Ну, для мальчиков и для девочек два варианта существуют. Для мальчиков такую голубую, синюю гамму берут, для девочек розовую и больше всего берут вот такие осенние букетики яркие, с листочками, оранжевые, желтые. Осенний букет в стиле первого сентября может состоять из орхидеи, розы, герберы и особенно нравится видеть родителям в букетах подсолнухи. Самые ходовые первосентябрьские цветы в Рязани говорят традиционно именно розы. Ну, потому что самые красивые цветы. Розы, кустовые. Нежный, красивый букет. Но на самом деле флористы отмечают, что популярностью пользуются и другие цветы. Нет, в основном идет альстромерия, кустовая хризантема, кустовая гвоздика, подсолнухи, гортензия, дельфиниумы. То есть розу очень мало просят, потому что чаще всего родители говорят, что она умирает. И нужно так, чтобы букет продержал всю линейку и еще радовал учителя дня 3-4 хотя бы. В принципе, как и в том году и как в этом, два вида. Либо яркие, либо очень нежные. В основном ценовые предпочтения от 1000 до 2000 идет. Не дороже просят. Ну, есть, конечно, семьи и по 3000. И в этом году почему стало популярно то, что, например, 30 человек в классе с каждого человека по одной розе. Итого получается 29 либо 35 роз. Дарят от всего класса. В среднем стоимость букета школьников в магазинах начинается от 1000 рублей. Но, как известно, не в цене дела. Ни одного первого сентября не проходит у нас без подарка, без букет цветов для нашего любимого учителя. Сначала начинается все от продавца. С хорошим настроением отдается это нам. Мы с хорошим настроением отдаем это преподавателю в надежде на хорошие оценки. Ну, с вчерашнего дня уже. С вчерашнего дня уже купают. Но сегодня утром уже мне некогда вот прямо убрать. Еще несколько лет назад учительница одного из лицеев Москвы предложила школьникам и их родителям 1 сентября не покупать дорогие букеты, а сэкономленные деньги перечислить в фонд помощи больным детям. Идею поддержали ученики и тысячи пользователей интернета. В Рязани пока эта идея не зародилась, но уже сегодня и родители, и учителя отмечают о ее необходимости. Ну, это хорошая очень идея, потому что очень много нуждающихся. Ну, вроде бы какая-то традиция, которую создали, и мы ходили с букетами, и дети наши будут ходить. Мне кажется, красиво. Поддерживаю ее. Поддерживаю, потому что очень многие нуждаются в помощи. Это была бы здоровая акция. Я слышала про эту акцию. Так что я только за. Сохранность детской безопасности на дорогах города остается по-прежнему одним из ключевых направлений деятельности сотрудников госавтоинспекции. В преддверии 1 сентября этот вопрос особо актуален. Многие дети за время школьных каникул отвыкли от дорожного движения. В очередной рейд отправились инспекторы ГИБДД и Наталья Новикова. Очередную акцию, приуроченную к безопасному началу учебного года, провели сотрудники госавтоинспекции. Они дежурили у супермаркетов, куда приезжают родители с детьми, чтобы купить школьные принадлежности. И останавливали водителей, в автомобилях которых находились дети, чтобы побеседовать с ними на тему детской безопасности. Наступает 1 сентября. За лето дети отвыкли от интенсивного городского движения. Мы хотели, чтобы вы им еще раз напомнили правила дорожного движения. Показали, что зайдет на нашу до школы и обратно. А также перевозили на своем транспорте по правилам дорожного движения. И немножко, чтобы освежить правила дорожного движения для самой себя. Особое внимание было уделено необходимости перевозки детей в детских удерживающих устройствах и использовании ремней безопасности. Инспекторы также призвали родителей еще раз показать своим детям безопасные маршруты от школы до дома. Необходимо пройти с ребенком путь от школы до дома. Если вы пользуетесь еще плюс маршруткой, то и проехать. Пройти и проехать. И показать ребенку, как и где правильно, безопасно переходить дорогу. Объяснить. Проделать такой же путь назад. И дальше ребенку уже можно будет периодически напоминать эти правила, чтобы он их соблюдал. Всем участникам дорожного движения были вручены красочные памятки. На тот момент, что остановленные водители серьезно относятся к детской безопасности и готовы к первому сентября, безусловно, порадовал. А ребенок пошел в школу? Ходят? Семь лет. Вот первый класс. Уже школьник практически. Вы уже объяснили правила? Конечно. В детском саде была подготовка. Маршрут прошли мы с ним до школы обратно по пешеходному переходу. То есть ребенок подготовлен к самостоятельному походу в школу. Профилактические мероприятия проводятся сотрудниками ГИБДД на постоянной основе. В преддверии нового учебного года их количество заметно увеличивается. А начиная с 1 сентября дорожные полицейские будут нести службу и контролировать безопасность дорожного движения вблизи образовательных учреждений. Планируется также массовая остановка водителей и проверка соблюдения ими правил безопасной перевозки детей. Помимо этого проверяться будет и организации учебного процесса. Наличие специализированных классов, уголков безопасности по правилам дорожного движения, методической литературы, наглядных пособий, тематических игр. Все это поможет научить школьников всех возрастов соблюдению мер безопасности как на дороге, так и в жизни. Прохладная погода сегодня стала настоящим символом последнего дня календарного лета. Столбик термометра не поднялся выше отметки в 20 градусов. Сегодня традиционно можно подводить итоги самого теплого сезона, а также строить планы на осень. О своих впечатлениях от всеми любимой поры, а также о том, что нужно делать в последний день лета, рассказали сами рязанцы. Ну, очень, конечно, жалко. Хотелось бы продлить удовольствие. Но очень хорошо провели лето. Замечательные воспоминания, потрясающие. Погода, так скажем, не балует, как раньше. А так, в принципе, нормально. 31 число чувствуется, потому что завтра работа, очень тяжелый день. Хочу осень. Лето все работало, так что все по плану. Природа, нет плохой погоды. Уходящее лето немножко грустно, но тем не менее, всему свое время. По лету все скучают всегда. Завтра праздник, как же. Торт будем покупать. Конечно же, грустно, потому что приходится выходить на работу. Закончился отпуск. Но лето пролетело очень быстро и очень интересно. На Тарадегистан ездила. Хорошо провели. Чего же мы и на даче были, отдыхали, и работали. И, в общем-то, и тут находились, в городе. Хорошо провели. Вообще не чувствую лето. Я работал. А сейчас планирую на отдых. Бархатный сезон. Очень грустно. Почему? А? Почему грустно? Ну как почему грустно? Жизни никакой нет. Скоро ведь Новый год. Да бросьте вы, до Нового года еще вообще дожить надо. Начало осени – это не только начало работы школ, но и активная пора для высших образовательных учреждений. Так в Рязанском государственном медицинском университете встречают первокурсников. В этом году в ВУЗ поступили около тысячи молодых людей из разных регионов России. Все они пришли на торжественное собрание, где побывала и наша съемочная группа. 992 первокурсника собрались в преддверии 1 сентября в актовом зале медико-профилактического корпуса. Во многом это мероприятие похоже на день открытых дверей в ВУЗе. Тоже много молодых людей, многие с родителями. Но сегодня здесь не абитуриенты, а будущие врачи. Своими высокими баллами они доказали, что достойно учиться в одном из лучших ВУЗов страны. В этом году среди поступивших студентов в Рязанский государственный медицинский университет, почти 70% юношей и девушек пришли на целевые места. У нас традиционно одна из самых высоких долей целевых мест среди всех ВУЗов системы Минздрава России. И мы рады этому. И у нас в этом году расширился целевой прием, новые субъекты. К нам подключились. Надеюсь, что эта практика будет развиваться. И самое главное, ребята начинают дорожить целевым направлением, как своего рода гарантия другое устройство в будущем. На мероприятии перед собравшимися первокурсниками выступил ректор университета. Он представил доклад о самых важных достижениях ВУЗа. Новоиспеченные студенты познакомились с руководством университета, после чего разошлись по группам с кураторами. Это важный день для всех поступивших. Они начинают свое обучение будущей профессии. Хочется быть профессиональным врачом, помогать людям. От подруги слышала отзывы. Приехали сюда, посмотрели. Очень понравилось. Осуществил свое мечту практически. Осталось отучиться. Надеюсь, гематологом. Потому что у меня у самого проблемы с этим были. И хотелось бы помогать таким же, как я. Больше половины поступивших студентов будут учиться на лечебном факультете. Это самый крупный факультет ВУЗа. А самый большой конкурс, как и в предыдущие годы, пришлось преодолеть на стоматологический факультет. Но независимо от направления деятельности, каждый из первокурсников получит здесь достойное образование. Залогом успешного обучения является квалификация профессорско-преподавательского состава, инновации в образовании и материальная база, которая постоянно совершенствуется. Осень – это также старт очередного театрального сезона. В этом году Рязанский областной театр «Кукол» станет первым, кто после летних каникул встретит своих зрителей новым спектаклем. Ну а накануне премьеры состоялась генеральная репетиция. Наша съемочная группа вместе со зрителями погрузилась в волшебный мир сказки. К нам на праздник прибыли Егор, Елина, встречайте! Сегодня, впрочем, как и обычно, в Рязанском областном театре «Кукол» царила сказочная атмосфера. И каждый зритель, большой и маленький, получил возможность почувствовать себя гостем настоящего бала. Королевские стражники не только встречали приглашенных на генеральную репетицию, но и обучали их полонезу, танцу, которым традиционно открывались балы. Ну а потом появился король и пригласил всех гостей послушать волшебную историю его знакомства с королевой, которую в прошлом все знали как «Золушка». Этот спектакль «Золушка» мы предполагаем для таких младших школьников и родителей, потому что принцип «красота спасет мир». Мы старались этот спектакль сделать очень красивым, очень чистым, приближенным к настоящей сказке. И для этого использовали и видео, и мультипликацию, и живой план, и кукол. Традиционные и новейшие технологии, а также кропотливая работа всего театрального коллектива сделал этот спектакль по-настоящему волшебным. А дети и их родители встретились не только с давно знакомыми и любимыми героями с «Золушкой», «Принцем», «Мачехой» и «Феей Крестной», но и с новым персонажем – королевой, которой и стала «Золушка» после того, как вышла замуж за «Принца». Именно она поведала зрителям свою удивительную историю. Вот такой интересный драматический ход. В День знаний театральный сезон откроется этим премьерным спектаклем, ну а потом на протяжении всего года зрители смогут насладиться этой волшебной сказкой. На этом у нас все. Новости вы также можете увидеть на нашем сайте. Я с вами прощаюсь и желаю вам хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин